Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Ради дома у моря в Сочи студент заказал киллеру родителей и сестру. За расправу над родными он должен был заплатить ни много ни мало 3 миллиона рублей. 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 19 офисов врачей общей практики построят в этом году на Кубани. Еще 20 спроектируют. Детали обсудили сегодня в Краевой столице. Елку в переработку. В Сочи проходит экологическая акция. Новогодним деревьям дают вторую жизнь. Праздничные ели до 20 января можно сдать в эколого-биологический центр. Сборная команда страны по боксу тренируется в Сочи. Спортсмены готовятся к международным турнирам, в том числе к чемпионату мира. В Сочи молодой человек предстанет перед судом по обвинению в приготовлении к убийству родителей малолетней сестры. Следственным отделом по Хостинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. По версии следствия, молодой человек решил организовать убийство родственников, чтобы завладеть квартирой и другим имуществом, вступив в наследство. Об этом он сообщил своему другу. О планах Сочинца узнали и правоохранительные органы. Дальнейшие его действия проходили под их контролем. Подысканный исполнитель, в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за 3 миллиона рублей, которые тот должен был передать после вступления в наследство. Во время пройти на съемки заказчик передает расписку о задатке и, судя по поведению, ничуть не сомневается в принятом решении. Как будешь ее вести, когда менты приедут в среду для тебя? Ну как? Ну, нас подобает сыну. Со всеми слезали. Молодой человек сообщил ему расположение комнат в доме, расположение камер видеонаблюдения, а также сообщил о собаке, которая имелась в доме. Также он предоставил охотничий нож и средства конспирации. Родители обвиняемого согласились на инсценировку своего убийства. Молодому человеку предъявили фотографии, якобы подтверждающие факт совершенного преступления, после чего он привез исполнителю часть вознаграждения. Получив 26 января 2018 года информацию и подтверждающие материалы об убийстве родителей и малолетней сестры, фигурант написал расписку и передал ее исполнителю. После этого молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. Добавлю, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы. Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео. Опираясь на увиденные кадры, специалисты делают вывод, что пакет со взрывчаткой находился между лобовым стеклом и капотом автомобиля. Судя по всему, Михаил Яваленко пытался извлечь увиденный пакет, в результате чего и произошел взрыв. Напомню, российского предпринимателя в Гагарском районе Абхазии совершено покушение на убийство. В сочинской больнице, куда экстренно госпитализировали бизнесмена, ему удалили оба глаза. Возбуждено уголовное дело. Проблемы обманутых дольщиков сегодня обсудили на совещании в Краснодаре. Провел его глава региона Вениамин Кондратьев. Эта тема на особом контроле у губернатора. На Кубани сейчас тысячи семей, которые все еще ждут свои обещанные квадратные метры. Чтобы помочь им встретить новоселье в крае, разработают стратегию по каждому проблемному дому. Тему продолжат наши краснодарские коллеги. В случае с Александром Поповым обещанного ждут не три года, а 15 лет. Именно столько строилась многоэтажка на улице Дмитриевская, Дамба в Краснодаре. Люди, купившие в этом доме квартиры в статусе обманутых дольщиков, жили, страшно представить, с 2003 по 2018 годы. Мне сейчас уже седьмой десяток, я пенсионер. Начали, когда я вступил, мне было 47 лет. Сейчас в квартире полным ходом идет ремонт. Дом ввели в эксплуатацию. Еще немного и можно въезжать в по-настоящему долгожданное жилье. В прошлом году на Кубани ключи от квартир получили 40 тысяч дольщиков. В 2019 в Краснодарском крае сдать должны еще 12 долгостроев. Цифры озвучили на заседании межведомственной комиссии по вопросам защиты прав обманутых дольщиков. Сейчас это одна из основных задач для региона. Пока мы не закроем целом проблему последнего обманутого дольщика, проблема, считаться закрытой, быть не может. Достраивать нужно. Мы внесли изменения в крыльевой закон, что не только земельными участками можем компенсировать инвестору. Если он берется за достройку того или иного недостроя и финансовыми, в том числе компенсациями. Конечно, это огромное бремя на бюджет краевого ложится. Мы просили помощи сегодня у федерального центра. Это способы, методы. Еще раз подчеркиваю, коллеги, они должны уменьшаться результатом. Количество их уменьшилось, дольщиков, конечно, обманутых. Пока последнее, еще раз подчеркиваю, не получат квартиру. Никому наша статистика не интересна. Люди должны получить свои квартиры, свое жилье. С мертвой точки сдвинулось решение проблемы жилого комплекса «Ричхаус» в Краснодаре. Строить его начали еще в 2013 году. Сроки сдачи постоянно переносились. Сейчас решено. Все работы в доме завершат до конца года. Была проделана большая работа в последние полгода 2018 года. И сейчас на последнее МВК озвучен был наш потенциальный новый инвестор, который забирает нас в работу на соглашение. Это соглашение прошло уже департамент строительства. Мы с ним ознакомились. Однако не все инвесторы одинаково помогают. Дольщики, которые пришли на заседание межведомственной комиссии, рассказали губернатору о том, как некоторые компании на беде людей лишний раз пытаются извлечь прибыль. И это при том, что застройщикам, готовым доделать работу за своими недобросовестными коллегами, в качестве компенсации выделяют земельные участки. Соответствующий краевой закон был принят в прошлом году. Хочу сказать по поводу того, почему не договорились наш застройщик и тот инвестор, который к нам приходил. Потому что слишком разнятся у них суммы. У одного 170 примерно миллионов, 150-170. А у того, кто приходил, она озвучила 430 миллионов. Это, конечно, большая разница. То есть ваш подход такой, что, в принципе, который пришел инвестор, он просто захотел заработать как минимум хорошо на этой почете. Да, примерно так, да. Я с вами здесь согласен, я к своим коллегам говорю. Ну, мы же тогда договорились, что эта тема, она тоже прекращательна. Они должны вместе с нами, если они партнеры нам, с точки зрения пусть бизнеса, но партнеры власти, с точки зрения решения проблемы, тогда должны оставаться партнерами. Это не бизнес, еще раз подчеркиваю, не бизнес для них помочь нам достроить дома обманутых дольщиков. Не бизнес. Это партнерская поддержка. Главное, чтобы, конечно, они не убытки были, но не на этом надо зарабатывать. Поэтому оценку сделайте независимой. Исходя из нее, при участии, еще раз подчеркиваю, дольщиков. Из этого и исходите. Какой инвестор придет? На данный момент в крае без инвестора остаются 55 долгостроев. Проблема в том, что некоторые дома просто невыгодно заканчивать. Есть примеры, когда для завершения объекта необходимо почти 2 миллиарда рублей. Эти деньги просто потерялись в карманах недобросовестных застройщиков. Жизнь таких мошенников всеми законными способами необходимо делать максимально некомфортно, считает Вениамин Кондратьев. Если мы, допустим, из краевого бюджета просто выделим средства инвестору на достройку, в порядке регресса, мы можем отыскать потом с того или иного застройщика эту сумму. Они все в состоянии банкротства? Ну пусть всю жизнь будет банкротом этот человек тогда. В рамках приговора суда, если он будет признан виновным, мы банкротом его пожизненно сделаем. Все, что заработает, будет вращать в бюджет. Если они там сидят и еще не боятся, или на что-то надеются, у них даже надежда умереть. Для того, чтобы они каким-то образом выйдут из ситуации. Как нам минимизировать сегодня выделение средств из краевого бюджета на достройку этих домов проблемных, с учетом того, что есть имущество, как его продать и обвернуть государственную собственность? Уважаемый Вениамин Иванович, хотелось бы сначала ответить на ваш вопрос о причинах. В большинстве случаев это хищение денежных средств. Об этом говорит 205 возбужденных уголовных дел в прошедшем году. Что касается возмещения денежных средств и в случае достройки или разрешения проблемного объекта за счет средств края, то по каждому уголовному делу без исключения установлено имущество как непосредственно застройщиков, так и лиц, аффилированных им. И оно с сегодняшнего дня арестовано. В случае возмещения денежных потерпевшим причиненным ущерба путем достройки за счет инвестора, за счет администрации края, мы имеем потенциальное право на подачу регрессного иска и возмещение денежных средств в бюджет за счет имущества арестованного по уголовному делу. Андрей Иванович, вот здесь поручите уже своим коллегам просчитать, насколько мы можем выручить имущество в случае, если, конечно, будет приговор суда, обступившие законные силы все решения, выручить денег от того имущества, которое сегодня арестовано у этих недобросовестных, мягко говоря, застройщиков. С правовым управлением департаментом и с финансистами отработаем этот вопрос. Конечно, наказать мошенников, которые, по сути, воруют деньги людей, нужно, но также необходимо максимально быстро достраивать проблемные дома. Сейчас в реестре обманутых дольщиков на Кубани числится 2843 человека. И серьезное достижение, что эта цифра перестала расти. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар. 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 19 офисов врачей общей практики построят в этом году на Кубани, а еще 20 спроектируют. Детали обсудили сегодня во время первого в этом году селекторного совещания с заместителями глав районов по соцвопросам. Его провела вице-губернатор Анна Менькова. Замглавы региона отметила, что с января около 150 муниципальных медучреждений перешли в государственную собственность. Но за районами остается ряд полномочий. В частности, возведение ВОПов и ФАПов. Еще одна важная задача, которая стоит перед районами, поликлиниками и больницами, это привлечение кадров. Кадры для системы здравоохранения – это ключевой показатель. Поэтому все те муниципальные образования, у нас их 22, которые постоянно предоставляли субсидии врачам за съемное жилье, эту работу должны продолжить. И мы договаривались, что вы дадите понятные для вас сегодня алгоритмы поддержки кадров на местах. Мы готовы их отработать совместно с ЗСК. Самое главное, что я уже говорила, независимо от того, на каком уровне находится система, если какие-то перемены должны происходить, то это должны быть перемены к лучшему. Затронули на совещании тему образования. Ежегодно Край входит в число лидеров по уровню организации проведения итоговой госаттестации, и эту планку снижать нельзя. Хотя в 2019-м нагрузка на систему возрастет. Сдавать экзамены будут свыше 85 тысяч выпускников 11-х и 9-х классов. Это значительно больше, чем в прошлом году. Изменятся и некоторые принципы. К примеру, для допуска к тестированию девятиклассники впервые будут проходить предварительное 15-минутное собеседование по русскому языку. Как отметила Анна Менькова, детям и родителям необходимо разъяснить нововведения, чтобы они пришли подготовленными. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 18 января в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс два, плюс четыре, днем 7-9 градусов выше нуля. Проект модернизации аэропорта Геленджика сегодня представили Вениамину Кондратьеву. Губернатор встретился со старшим вице-президентом банка ВТБ Юрием Молчановым, чтобы обсудить дальнейшее развитие аэровокзального комплекса города-курорта. Воздушная гавань разместится на площади 9 тысяч квадратных метров. Аэропорт сможет обслуживать 890 пассажиров в час. Глава региона уверен, реализация этого инвестиционного проекта позволит Геленджику принимать еще больше туристов и выведет курортный город на международный уровень. Геленджик сегодня развивается. Сегодня это курорт, который принимает более 4 миллионов туристов в год. Конечно, мы стремимся сделать так, чтобы он был круглогодичным. Поэтому, конечно, стратегически важно, чтобы, конечно, аэропорт был современным. Сегодня мы обсуждаем не просто будущую стратегию, а стратегию, которая будет реализована в скоротечном периоде времени. И однозначно все, что зависит от края, от меня лично максимально окажем всяческое содействие для того, чтобы этот проект однозначно состоялся. Я уверен, что он состоится. Я сейчас посмотрел, какой будет аэровокзальный комплекс. Честно говоря, даже не верится, что такой комплекс может быть не то, что в Геленджике, а в целом в современном Краснодарском крае. И это я еще раз утвердила в мысли, что такой аэровокзальный комплекс должен быть у современнейшего курорта, комфортного, очень востребованного, не только жителями края или страны, но и, конечно, и зарубежными отдыхающими. И мы сегодня делаем все, чтобы Геленджик стал таким курортом. На сегодняшний день у нас уже реализуется проектирование. И мы думаем, что мы до начала лета закончим стадию П и войдем в госэкспертизу. Это значит, что мы на конец года, уже этого года, планируем выход на площадку. И начало строительных работ мы планируем до февраля следующего года. Открытие терминала и запуск в эксплуатацию видим в конце 2021 года. Реконструкция аэропорта Геленджика позволит увеличить пассажиропоток до миллиона человек в год, отметили инвесторы. Помимо здания аэропорта будут построены служебно-технические помещения, парковки для автомобилей, стоянки для такси и междугородних автобусов. Новогодние праздники закончились, и многие сочинцы задаются вопросом, куда девать елку. Отслужившие свой праздничный срок новогодние растения чаще всего попадают прямиком на контейнерные площадки с мусором, оттуда на свалке. А вот более сознательные сочинцы, которые заботятся об экологии, сдают хвойные растения на переработку. Их в том числе принимает эколого-биологический центр города. С какой целью, расскажем в нашем сюжете. Еще несколько дней назад эти деревья украшали квартиры сочинцев. Теперь ели и сосны в руках юных экологов. Они дарят новогодним деревьям вторую жизнь. В эколого-биологическом центре впервые стартовала акция «Елка на переработку». Здесь всю неделю принимают хвойные деревья. Берем елочки, отсортировываем, снимаем иголки от ствола и веточек. Работа очень кропотливая. Задача убрать смешуру и новогодние игрушки, если таковые имеются. Затем отделить хвою от веток после ветви от ствола. Полученный материал пойдет в дело. Он будет служить утеплителем и для растений, и для животных, которые обитают в вольерах эколого-биологического центра. Когда-то она дома стояла возле новогоднего стола, готовилась к празднику, а теперь стали люди ее выбрасывать. А мы даем елкам второй шанс. Я очищаю елку, чтобы потом иголке можно было дать животным для уплотнения, для согревания. Дать елке второй шанс. А еще из такого переработанного природного материала получатся прекрасные поделки, которые здесь же в центре мастерят школьники. То есть уже не придется использовать листья живых хвойных растений. Мы считаем, что очень важно повышать экологическую культуру общества, а также воспитывать бережные отношения к природным ресурсам. Прежде чем покупать елку, человек должен вспомнить, что древесина ели – это большое богатство России. И правильно переработанная елка может послужить не один год. Пока сочинцы принесли в экоцентр лишь с десяток елок. Буквально на днях ожидается крупная партия новогодних деревьев – еще около 20. Но большинство сочинцев все же предпочитает выбрасывать елку в контейнер для мусора. Конечно, она не нанесет вреда экологии, рассказали ребятам на специальном уроке, но и пользы тоже. А вообще во всем мире перерабатывают елки уже давно. Их сжигают в котельных, получая тепло, измельчают на опилке, используют в качестве корма в зоопарках, делают мебель, бумагу. А некоторые части хвойного дерева и вовсе используют для изготовления лекарств, мыла и косметики. Подарить елке второй шанс могут все желающие сочинцы. Новогодние деревья будут принимать в экоцентре до 20 января. Инга Габеши, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Рекордные показатели мандаринового сезона. Таможня подвела итоги, которые показали, что в Россию из Абхазии ввезено порядка 37 тысяч тонн цитрусовых. Урожай новогодних фруктов в Абхазии превысил показатели последних нескольких лет. В пик мандаринового сезона с середины декабря прошлого года таможенники оформляли до 1000 тонн мандаринов в сутки. Ежедневно через российско-абхазскую границу проходило до 200 грузовых автомобилей сельхозпродукции из Абхазии. С начала октября сотрудниками таможенного поста «Адлер» оформлено почти 37 тысяч тонн цитрусовых. Для сравнения, в 2017 с октября по февраль всего порядка 6 тысяч тонн мандаринов. Также сочинская таможня напоминает, что с 1 января 2019 года действуют новые нормы беспошлиного ввоза товаров для личного пользования. Ограничение по ввозу физическими лицами товаров наземными и водными видами транспорта составляет 500 евро, а если в весе, то это 25 килограммов. Новые нормы беспошлиного ввоза товаров для личного пользования касаются ввоза товаров автомобильным и ЖД морским и речным видами транспорта, а также в пешем порядке. При этом для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы останутся прежними – до 10 тысяч евро и до 50 килограммов. В случае превышения установленных значений, потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара. Шутки и смех раздаются в Сочи. В Сочи сегодня завершился первый тур фестивального конкурсного просмотра «Кивина». Команды высшей и премьер-лиги начали выступать 13 января. Второй тур стартует через день. А сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией «Красная поляна» и сочинской командой КВН «Планета Сочи». «Планета Сочи» была создана в 2017 году. В команде, организованной на базе молодежного клуба, собраны опытные КВНщики, авторы и участники различных телепроектов. В прошлом году Александр Масляков пригласил наших веселых и находчивых в высшую лигу, где они успешно дошли до полуфинала. «Я на самолете, а не на поезде. Я на такси, а не на метро. Я в хаяте, а не на хате. Мы команда». «Планета Сочи» также являются вице-чемпионами Центральной Краснодарской лиги и обладателями Кубка КВН Краснодарского края. И теперь у сочинской команды есть свой спонсор. Сегодня было подписано соответствующее соглашение. «Глава города обратился к курорту и сказал, что он верит в эту команду, надеется. Мы посмотрели, конечно, много всяких выступлений команды, тоже в нее поверили, поверили в наши традиции, которые у нас отличные в городе Сочи. Поэтому считаем, что это сотрудничество плодотворно для всех. Но и самое главное, молодежь нужно поддерживать, молодежь нужно давать возможность самореализоваться через вот такую поддержку. Мне кажется, она всем понятна и поможет им, и, может быть, поможет и нам». «Очень долго шли к этому в том плане, что всегда у нас были проблемы с финансированием, у нас не было партнеров. И вот, наконец-то, этот день пришел, когда горки-город стали нашими полноценными партнерами. Теперь нам только нужно будет думать о творчестве и все». В 2014 году при содействии мэра города у ребят появился свой дом КВН. А одним из самых успешных проектов юмористов стала школьная лига КВН, которая насчитывает 16 школьных команд Большого Сочи. И сейчас, обретя хорошего партнера, команде предстоит достойно представлять себя и свой город. «Это не просто игра, это все-таки имя города. И хотелось бы, чтобы в своих выступлениях максимально вы подчеркивали о том, что у вас есть такой партнер, как горки-город. О том, что вы из города Сочи». Кстати, сейчас в Сочи проходит 30-й международный фестиваль команд КВН. Сегодня завершился первый тур, второй стартует 19 января. Лучшие коллективы выступят на галоконцерте Кивина и получат путевки в телевизионные лиги. Съемки пройдут 24 января в Зимнем театре. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи началась активная продажа билетов на главное культурное событие зимы – 12-й зимний международный фестиваль искусств под руководством маэстро Юрия Башмета. На курорте культурный форум стартует с 14 февраля. В этом году в рамках фестиваля запланирована обширная программа о мероприятии с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов. Традиционно состоится целый ряд мировых премьер. Большое внимание будет уделено молодому поколению. Пройдут музыкальная, вокальная, театральная академии, мастер-классы для молодых композиторов. Среди участников будущего фестиваля – музыканты из Бельгии, Испании, Кореи, Германии и США. Сам маэстро Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов. На ежегодном джазовом концерте фестиваля выступит лауреат двух премий Грэмми, знаменитая американская певица и пианистка Даянна Шур. Впервые на форуме соединятся два уникальных хоровых коллектива – Рустави из Грузии и Афалита из Франции. Откроется фестиваль спектаклем «Не покидай свою планету» по маленькому принцу Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. Гостем традиционного балетного вечера станет солист национального балета Испании Серхио Берналь. Специальным же гостем фестиваля станет Национальный театр Тайваня «У-театр». На гала-концерте открытия 16 февраля прозвучат сразу три мировые премьеры. Традиционный фестиваль не ограничится только пространством зимнего театра. Особая программа также пройдет в зале органной и камерной музыки. В Сочи в Центре спортивной подготовки «Югспорт» проходят тренировки сборной команды России по боксу. Здесь спортсмены готовятся к зимним и весенним международным турнирам. На сборах они будут три месяца. Сборная команда страны по боксу – это 44 спортсмена, из них 8 новички. Недавний резерв боксеров – победители юношеских олимпийских игр. Новой звездой бокса в России называют Муслима Гаджи Магомедова из Дагестана. Ему на днях исполнилось 22 года. В прошлом году он стал победителем чемпионата России по боксу. Признается, возвращаться домой с победой всегда волнительно. Они очень хорошо относятся. Они меня после каждой победы всегда встречают. Очень тепло, очень хорошо относятся. Муслим мечтает попасть на летнюю Олимпиаду в Японию. Такие же планы и у победителя Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Андрея Замкового. Говорит, сейчас у него как будто открылось второе дыхание. Я даже не знаю, почему это так, с чем это связано. Ну, возможно, это рождением ребенка. У меня родился сын. Прибавляет это больше сил, желания, ответственность, конечно. Я так думаю, тоже это способствует этому. А у Василия Егорова, чемпиона России по боксу, весовой категории 49 килограммов, тоже большие надежды. Но на Олимпийских играх 2020 года в Токио могут участвовать боксеры с наименьшей весовой категорией, только 52 килограмма. Я знал, что будет убирать 49, поэтому все равно психологически и физически готовился на весе 52. Поэтому подвоимся. И в этом году у нас будут серьезные трениры, как чемпионат, как европейские игры и как чемпионат мира. А пока максимальные тренировки, причем три утром, днем и вечером. Понятно, что есть состав определенный, есть кандидаты в Олимпийскую команду, но, скажем так, железобетонных мест не у кого в составе нет. То есть каждый должен доказывать это победами на международных турнирах и в ходе тренировочного процесса. Тренировки плюс восстановительные процедуры в Сочи боксеры всегда приезжают с удовольствием. Говорят, и климат приятный, сам зал на базе Югспорт комфортный. Пока одни готовятся, другие будут выезжать на соревнования. Одна группа будет сменяться другой. В феврале международные турниры в Венгрии и Болгарии, весной в Словении и Киргизии. Кроме того, подготовка к чемпионату Европы и чемпионату мира. Елена Австецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе ФКТ ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...